МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О пожарных добровольцах расскажем в выпуске. Так что, ребята, будет интересно. Приходите. Открылась еще одна резиденция Деда Мороза. Я умела кататься и буду приходить сюда с папой. В парке Наташинские пруды появился новый каток. А теперь обо всем подробнее. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. О проделанной за отчетный период работе доложили руководители структурных подразделений, начальники силовых ведомств, а также представители экстренных служб. На встречу побывала наша съемочная группа. Более 1700 обращений поступило на прошлой неделе в Люберецкую полицию. На территории обслуживания ведомства зарегистрировано 310 происшествий. Совершено 28 преступлений. 13 краж, из них 3 квартирные, 10 иные, 7 фактов мошенничества и 10 фактов изъятия наркотических средств. Дорожно-транспортное происшествие 218, пострадало лиц 4, погибших нет. На счету у сотрудников Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона 45 выездов по сигналу тревоги. В шести случаях пришлось бороться с огнем. Четыре пожара произошло на территории городского округа Люберцы. Все происшествия обошлись без жертв и пострадавших. 11 декабря в 11 часов 22 минуты Малахов-Кабыковское шоссе, у дома 5, по данному адресу, обгорел автомобиль, а именно моторный отсек по всей площади, пострадавших нет. Также 11 декабря в 16 часов 12 минут по адресу город Люберцы, улица Юности, дом 7, в данном многоэтажном доме, в одной из квартир, обгорел электроскейт, в коридоре квартиры на площади, по всей площади, пострадавших нет. Ресурсоснабжающим организациям пришлось устранять внештатные ситуации на сетях теплоснабжения. Сбои произошли на улице 3-е почтовое отделение, а также в поселке Мирный. Была зафиксирована в час 00 остановка котельной по теплоснабжению, по горячему водоснабжению. Было отключение девятимных квартирных домов школы детского сада. Управлением ЖКХ совместно с сотрудниками ресурсоснабжающей компании «Самолет-ресурс» был проведен комиссионное обследование. В 17.00 котельная была запущена и вышла на рабочую температуру. В проделанной работе отчитались сотрудники управления благоустройства дорожного хозяйства, представители службы 112 и регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Также на оперативном совещании ознакомились с ситуацией, связанной с COVID-19. На данный момент в стационарных отделениях находится 221 пациент, а на домашнем лечении более 5000 человек. Луиза Икиазарян, Пётр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил зимнее содержание территории. В выездном совещании приняли участие руководители структурных подразделений и представители подрядных организаций. Как они оценили качество уборки снега, узнаете в нашем следующем сюжете. Первая точка – ЖК Новокросково. Обустроенную набережную не видно под толстым слоем снега. Кроме любителей зимней рыбалки, по всей видимости, сюда не ступала ничья нога, в том числе и коммунальщиков. Глава округа дал поручение исправить ситуацию. А это уже Коренёвский форт. Техника освобождает от снега проезжую часть, а дворники приводят в порядок детскую площадку. Владимир Ружицкий напоминает ответственным за благоустройство округа, что такая картина должна быть повсеместна, во избежание дальнейших жалоб. Есть ряд замечаний по содержанию территории. Я думаю, что мы будем понуждать, просто-напросто всё это исправлять. Зима только начинается. Да, было несколько снегопадов. Обильные, но уже не до такой степени, чтобы можно было бы не справиться. У нас сегодня есть силы, средства и люди. Техника необходимая, чтобы, скажем, территорию удерживать. Под инспектирование попала также улица Вертолётная. Здесь ответственность за чистые дворы лежит на управляющей компании «Самолётсервис». Проверка показала несколько недочётов в их работе. В то же время в густонаселённом районе есть ещё одна проблема. Припаркованные в неположенных местах автомобили, которые мешают снегоуборочной технике. Итоги работы за год и планы на предстоящий период. Члены общественной палаты городского округа Люберцы провели пленарное заседание. На заключительном в этом году собрании отметили самых активных представителей общественного движения. Подробности в сюжете моих коллег. Итоговое заседание началось со слов благодарности в адрес общественников за важную миссию, которую они взяли на свои плечи. Активную слаженную работу общественной палаты отметил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Я даю себе отчёт, что у нас территория непростая. Мы всё-таки столичный регион. И есть разные толкования одного и того же. И мы порой обречены решать вопросы конфликтные или спорные. И мы в этих вопросах прибегаем к общественной палате. В общественной палате округа 45 человек. В эту структуру входит 15 комиссий, которые курируют самые разные темы. От ЖКХ, благоустройства и экологии, до миграционной политики, экономического развития и противодействия коррупции. Председатели каждой из них отчитались в проделанной за год работе. Флэшмоб с участием членов армянской общины и учеников армянской школы в День народного единства. Тематические классные часы и мероприятия, посвященные принятию членами ЮНЕСКО декларации принципов терпимости, тоже в гимназии 16. Участие с научными докладами во всероссийских научных конференциях, с международным участием в трех университетах. МГУ, ГУ и Российский государственный университет имени Косыгина. На встрече обсудили ряд организационных вопросов. В частности, внесли изменения в названии комиссии по открытости власти и противодействию коррупции. Также в этот день два члена общественной палаты и три консультанта-эксперта получили удостоверение. В Центральной библиотеке имени Сергея Есенина состоялась презентация книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны». Автор подчеркнул роль бакинской нефтяной промышленности в 40-е годы. Подробнее в нашем сюжете. Здесь именно описываются воспоминания участников Великой Отечественной войны, участвующих в Азербайджанской битве по Москве. Замечательно. В бакинской работе и выше кого-то. Это уже третья презентация книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны». Раннюю работу представили в Истрии и в Видном. Автор-составитель Гашим Алиев собрал материал из 22 источников, среди которых трудоисториков-публицистов и архивные документы. Здесь собран не просто материал про Героя Союза, про дивизии азербайджанские, в общем, про результаты битвы по Москве. Здесь именно собран материал, который был раскрыт в других книгах. Именно роль тружеников тыла, тружеников промышленности. Это первая книга автора. Гашим по образованию математика работал в нефтегазовых институтах Баку и Москвы. Тема нефтепромышленности ему близка. Именно ее важность он подчеркивает в своем труде. На обложке стоит большая фотография. Женщина работала на нефтяных промыслах. Большинство мужчин ушли на фронт, поэтому женщина работала на нефтяных промыслах. Это очень тяжелый труд. Книгу посвятил память отца. Он после 1945 года вернулся в Баку. Работал опять-таки нефтяной промышленности. Работал по нефтяным насосам, по обороту нефтяному. На презентации книги присутствовали представители разных регионов. Осман Гусейнов, руководитель Ярославской региональной общественной организации. Азербайджанская национально-культурная автономия поддерживает проекты, направленные на развитие межнациональных отношений. Великая Отечественная война для нас – это очень серьезная история. Сегодня на нашей исторической родине честь Великой Отечественной войны многочисленные, памятники многочисленные, улицы там названы, честь победы, честь участников Великой Отечественной войны. Это очень важно, что потомкам будут передаваться такие пособия, где они смогут прочитать именно ту правду, которая действительно есть на сегодняшний день, а не то, что придумывается в мире у наших россиян. Одна из главкниги посвящена участию азербайджанцев в сражениях под Москвой. В этом году исполнилось 80 лет с момента начала битвы. Поэтому данная работа издана при поддержке правительства Московской области. Тираж 500 экземпляров. Этот труд еще раз подчеркивает подвиг советского народа во время Великой Отечественной войны. Дмитрий Игринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Всероссийское добровольное пожарное общество – продолжатель традиций и деятельности пожарных добровольцев, которые были заложены еще 130 лет назад. В настоящее время ВДПО является основным организатором общественных и добровольных пожарных и аварийно-спасательных формирований на территории нашей страны. К огнеборцам всегда спешат на помощь пожарные добровольцы. Один из них – студент 4-го курса Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина Дмитрий Любецкий. Молодой человек мечтает стать пожарным с детства. С мамой шли просто по улице, видели, как мчится красная машина. Очень понравилось тогда, и вот тогда решил связать свою жизнь с этим. Пожарный доброволец звучит почетно, признается Дмитрий. Дважды в месяц парень несет службу в пожарно-спасательной части городского округа Люберцы. За год службы он проявил себя инициативным, волевым и самоотверженным бойцом. Свой первый выезд на пожар Дмитрию особенно запомнился. Горела баня, большая площадь была, очень большой жар, разбор очень сильный был пожар. Если Дмитрий Любецкий успешно демонстрирует свое мастерство и готовность к ликвидации пожаров, то ученик Люберецкой гимназии 44 Эдуард Джамбинов с гордостью отстаивает честь Московской области на спортивных состязаниях. Он завоевал титул чемпиона по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров. Золотую медаль ученик 11 класса привез в Люберцы из Хорватии. Поначалу меня не брали ни на какие сборы, ни на какие соревнования такие важные. Интерес начал угасать. Вскоре удача парню улыбнулась. Его заметили и пригласили принять участие в очередном турнире по пожарно-прикладному спорту. В 2018 году он стал победителем чемпионата России. Теперь на счету Эдуарда десятки побед. С Эдуардом мы познакомились в 2015 году. Я только пришла как раз в школу. И сложилось так, что проводились соревнования по пожарно-прикладному спорту. Тогда я уговорила ребят, его и еще несколько мальчишек, девчонок, пойти на соревнования, попробовать свои силы. Большую часть времени, особенно в преддверии соревнований, Эдуард проводит на подготовительных сборах. Сейчас они проходят в Паловском посаде. В составе юношеской сборной Московской области Люберчанин готовится к участию в чемпионате России. Самое главное – общекомандная. Золотая медаль. Второе место у меня за тоже общекомандный вид. Боевую развертывание. Мы заняли второе место. У меня остался один год уже в юношеской команде. И вот, чтобы быть сильнее и быстрее, меня перевели в мужскую сборную. У них график поплотнее, тренировки более усердные, жесткие. Учебу я тоже не забрасываю. После окончания школы Эдуард планирует поступать в Санкт-Петербургский университет, Государственные противопожарные службы МЧС России. А пока все его время занимают ежедневные тренировки, подготовители сбора и учеба. Чтобы поддерживать физическую форму, Джамбина входит в спортивный зал при 27-й Люберецкой пожарно-спасательной части. Здесь же он освоил технику подъема по штурмовой лестнице. Совместно с Российским бюджетным пожарным обществом наше подразделение достаточно тесно контактирует. Ежегодно проводятся соревнования по пожарно-прикладному спорту. Именно они привлекают людей, которые не являются профессиональными пожарными. Набором их, обучением. У многих из них, например, была какая-то мечта, допустим, попробовать себя в этой роли. И многие из этих, как и ребят молодых уже, ну, совершеннолетних и взрослых, могут себя попробовать именно в должности пожарного. Добровольцем может стать любой гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста. Развитие добровольческого движения важно и ценно в деле помощи борьбы с огнем. Это показал опыт не только подмосковного региона, но и многих стран. Добровольцы и профессионалы всегда идут рука об руку, помогают и поддерживают друг друга. Елена Кирсанова, Богдан Колесников, Денис Зугольников, телеканал ЛРТ. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в зимний период часто становится причиной травматизма и гибели людей. В округе уже начались профилактические мероприятия. Спасатели совместно с нашей съемочной группой побывали на Кореневском карьере и проверили лед на прочность. Лед в начале зимы еще до наступления устойчивых морозов непрочен. Скрепленный ночными заморозками, он еще не способен выдерживать большую нагрузку. Днем часто становится пористым, местами видны промоины, откуда просачивается вода. Мы тут по водоему ездим, проводим профилактику. Погода переменчивая, лед хрупкий. Уважаемый, я ловлю лет 40 уже. Понятно, понятно. Как бы правила безопасности вы поведения на льду знаете. Я далеко не хожу, во-первых. Я где-то метра полтора-два мне этого достаточно. Вы еще знаете, что надо такие поведения смотреть на льду, где промойно обходить стороной. И темный лед, я знаю. Прочность льда можно определить визуально. Ярко-голубой или белый можно ступать. Матовый или темный риск провалиться. Спасатели замерили толщину льда на Кореневском карьере. Она составила 7 сантиметров. Безопасным же считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде. Частенько бывает рядом с водоемами какие-то находятся горки. Дети, бывает, катаются с горок вблизи водоемов и выезжают там на речки, на пруды. И надо как бы тоже предупреждать их детей смотреть за состоянием льда. Погода сейчас то тепло, то минус. Лед хрупкий, опасный. Поэтому, чтобы взрослые обязательно ходили с детьми. Что же делать, если беда все-таки случилась? В первую очередь нельзя паниковать. Нужно звать на помощь. Необходимо выбираться медленно, выползая на лед, перекатываясь до того места, откуда пришли. Если в беду попал прохожий, для спасения можно использовать веревки, длинные палки, шарф. После спасения снять мокрую одежду, растереть тело и выпить горячий чай. Ирина Камышева, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В преддверии Нового года в Люберцах открылась еще одна резиденция Деда Мороза. Главный новогодний волшебник основался в музейно-выставочном комплексе. Чем позабавят юных люберчан в гостях у сказки, узнала наша съемочная группа. 11-летняя Яна Павлова искренне верит в Деда Мороза и ждет встречи с ним. Она пришла на открытие его резиденции, чтобы увидеть зимнего волшебника одной из первых. Я ему уже написала письмо, и у меня есть брат, мы с братом ждем его. Я вот хотела фломастеры, и надеюсь, что мне он принесет фломастеры. Долгожданный волшебник пришел в свой новый дом не один, а со Снегурочкой и главой округа Владимиром Ружицким. Они вместе с ребятами открыли резиденцию и зажгли огни на новогодней елке. Дед Мороз, волшебник или нет? Волшебник, да. Поэтому я думаю, что все задуманное сбудется. Поэтому, друзья мои, еще до Нового года время есть. Есть над чем подумать, задуматься. И думаю, что чудо обязательно будет. Дети вместе со сказочными героями играли в снежки, хлопали в ладоши, занимались рукоделием. Даже отрицательные персонажи стали добрыми и веселили ребят. И побегать, и попрыгать. Снежки, целая стена у меня. И самое классное, хайповые, трендовые бумбоки мы снимаем. Это сказочный тикток. Мы снимаем с детишками тиктоки и выходим на мировые тренды. Работают здесь мастера, помощники Деда Мороза, настоящие мастерицы. Также здесь проводится интерактивная программа. Веселая, с играми, с танцами, с выходом Деда Мороза, с зажением елочки. Так что, ребята, будет интересно. Приходите. Резиденция Деда Мороза в музейно-выставочном комплексе работает каждый день с 10 до 19.00 по предварительной записи. Всего в округе открыто 9 резиденций, 16 новогодних мастерских и 41 почта. Дмитрий Гринчик, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Детские сады и школы готовятся к новогодним и рождественским праздникам. Дети изготавливают своими руками елочные игрушки, украшают классы, группы и готовятся к утренникам. Наша съемочная группа увидела, как все это происходит. Сигурь – это символ Нового года. Именно поэтому он стал темой очередной подделки. Вооружившись цветным картоном, клеем и карандашами, воспитанники детского сада номер 5 приступили к созданию бумажных тигрят. Сувениры, созданные своими руками, лучший подарок для родных. Сначала мы приклеили ушки, а потом мы начали вот тут рисовать. И еще мы приклеили глазики с носиком. Зандание было сложное, но интересное. Я делала этот тигренок, чтобы подарить этот сумминир маме. Настроение у нас у всех праздничное, радостное, предновогоднее, как сказать, предновогодние хлопоты. Мы украсили елку, мы нарядили группу. У всех ребят, если спросить, они все уже ждут Деда Мороза с нетерпением, с подарками и с сюрпризами. Ребята постарше, ученики 2-го Б27-й школы, тоже посвятили урок технологии символу наступающего 2022 года. Но у них задача посложнее – сделать объемную игрушку в форме тигра. Следуя указаниям учителя, ребята за несколько минут создали елочное украшение. Все, что им потребовалось – бумага, ножницы, клей и старательность. Я его приготовила для своей семьи. Я подарю маме, папе, двум бабушкам и двум дедушкам. Моим двум младшим братикам и младшей сестре. Повесили игрушки, повесили гирлянды. Еще мы готовим новогоднее письмо. Каждый ребенок пишет новогоднее письмо Дедушке Морозу со своими пожеланиями. У нас стоит уже почта Деда Мороза, куда мы будем отправлять это послание. Новогодняя атмосфера царит во всех общеобразовательных учреждениях округа. В детском саду «Космос» создали три выставки конкурсу «Рождественская игрушка». В этом году у нас интересный бренд-бук, где есть сердце и есть лоскутный пледик, который говорит о тепле, о нашей русской такой зиме. Ребята помогают украшать помещение, делают своими руками праздничные сувениры и уже примеряют костюмы на утренник. Желаю мира и добра, любви, душевного тепла. Пускай вам этот Новый год успех и радость принесет. Желаю снежной сказки и зимнего волшебства. Желаю здоровья, любви и тепла. Вам желаю не хворать, не сердиться, не ворчать, не теряться, не терять, а смеяться, а улыбаться. Желаю быть в этом году счастливыми, здоровыми и любыми. Приближение Нового года чувствуется во всех классах кадетской школы. Каждый уголок напоминает, что совсем скоро наступит всеми любимый праздник. А для поднятия настроения при создании елочных игрушек ребята приходят на урок в праздничной атрибутике. Прикольное чувство, такое новогоднее. У нас с классом соревнования, кто лучше украсит класс. Я обожаю Новый год, потому что я смогу с родителями вместе сблизиться, потому что мама с папой часто на работе сидят. Встаем на коньки. В парке Наташинские пруды заработал каток. Искусственный лед к услугам жителей городского округа в любую погоду, даже при плюсовой температуре. На торжественном открытии нового места притяжения люберчан побывали мои коллеги. Я умею кататься и буду приходить сюда с папой. До открытия катка считанные минуты. И взрослые дети уже на коньках с нетерпением ждут, пока техника завершит финальную заливку льда. Для люберчан это приятное и долгожданное событие, особенно для жителей с северной стороны города. Раньше им приходилось ездить на стадион торпеда или кататься на пруду, что не совсем безопасно. Здесь живем, на этой стороне живем. Для нас вообще это очень даже хорошо. Будем ходить, учиться. С детьми, конечно, приходить в первую очередь. С семьей с детьми кататься, отдыхать. Для нас это великий подарок. Главный плюс катка – он способен работать даже до 7 градусов тепла. А при сильных морозах к услугам посетителей – теплые раздевалки, пункты продажи горячего чая. Здесь же и прокат коньков, на случай, если нет своих. Катание на льду бесплатное, в случае, если есть свои коньки. В прокате коньки платные, там можно уточнить стоимость. Есть защита, есть фигуристы, помощники фигуристов. Есть инструкторы, которых можно привлекать. Первых посетителей катка встретили сказочные персонажи и зимние волшебники. Затем гостей поприветствовал глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий. Я думаю, что наш город хорошает при всех трудностях. Я думаю, что парк, Наташинский парк, который, я думаю, такое любимое место многих люберчан, особенно кто проживает на севере, он стал более красивым, мне кажется, доступным и таким функциональным. Одними из первых лёд опробовали хоккеисты. Между любительскими командами состоялся матч. Но в обукатку спортсмены дали высокую оценку. В Люберцах ещё такого льда не было. Конечно, искусственный он по-своему своеобразный лёд, но очень замечательный. Каток работает каждый день с 10 утра до 21.30. Один сеанс длится полтора часа. В этом месяце и на новогодних праздниках здесь запланированы развлекательные программы и зрелищные шоу. Луиза Иеги Азарян, Сергей Гвоздев, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Состоялось первенство городского округа по фигурному катанию «Люберецкий конёк». Более 150 юных спортсменов из Москвы, Красногорска, Ступина, Раменского, Сергиева Посада и Люберец приняли в нём участие. Подробности в нашем сюжете. Возраст участников первенства по фигурному катанию «Люберецкий конёк» от 5 до 17 лет. Самая юная фигуристка Полина Сиянова встала на коньки в апреле этого года. Для неё это уже второе подобное выступление. Потому что у меня в первом месте получилось занять. Я выступала оленьким цветочком, волшебным цветком. Я российской фигуристкой, чемпионкой. А вот Мария Лукелья мечтает стать тренером. Но пока она учится во втором классе. Её любимая фигуристка – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева. Ну, тренировки просто вечером всегда. А школа утром. Когда я на фигурист был, наверное, первое место было. Просто нужно в себя верить. Вера в себя помогает Марии. За зажигательный танец на льду она получает 19,31 балла. Это отличный результат для третьего юношеского разряда. Судят детей одинаково. Если ты третий юношеский разряд и мастер спорта. В каждой категории судейской есть определённое количество прыжков, исполнение вращений и хореографической последовательности. Первенство городского округа Люберцы по фигурному катанию проходит уже 25 лет. Раньше оно проводилось на стадионах «Торпеда» и «Урожай». Сейчас спортсменов радушно принял Ледовый дворец «Зенит». Победители Люберецкого конька отправятся на соревнования Московской области. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Томилине открылся новый гимнастический зал. Это филиал спортивного клуба «Динамо Москва» имени двухкратного олимпийского чемпиона Михаила Воронина. Где и как будут проходить тренировки будущих звёзд спорта, увидели мои коллеги. Николай Кишкелёв занимается в клубе «Динамо Москва» с пяти лет. Сейчас он мастер спорта по спортивной гимнастике и двукратный чемпион России. Но Николай до сих пор вспоминает свою первую тренировку. В поролоне просто сказали полазить, на батуте попрыгать. Мне понравилось. Но со временем тренировки были чуть сложнее. Это очень важно, иметь оборудованный зал, так как деткам необходимо много приспособлений. Сначала попроще приспособлений, сложнее, сложнее, сложнее. И они потом уже выходят на серьёзный уровень. Гимнастический клуб «Динамо Москва» носит имя заслуженного тренера СССР и России Михаила Воронина. Именно он в 1989 году основал первый гимнастический клуб в стране. В нём вырастили несколько поколений победителей. Здесь воспитаны олимпийские чемпионы 2020 года – Артур Далалаян и Никита Нагорный. Теперь будущие звёзды спорта смогут тренироваться и в Люберецком округе. Мы ищем тех звёздочек, а здесь, надеемся, их будет больше, чтобы потом они стали украшением нашего спорта и представляли нашу страну. И в том числе Люберецкий район и посёлок Томилино. Мир спорта, он сложный. Не всегда он бывает справедливый, к сожалению. Но он особенный. Поэтому очень приятно, что столько желающих людей попасть в этот особенный мир, попасть в нашу семью в названии «Динамо». В конце ноября в Люберцах проходили командные соревнования по спортивной гимнастике. Администрация Огрока старается поддерживать талантливых и успешных ребят. И хочу сказать, что для них у нас тоже реализуется проект, который называется «Люберецкие звёзды», который позволяет материализовать свои достижения в спорте, в образовании, в культуре и так далее. Площадь спортивного зала около 600 квадратных метров. Батут, перекладины, пролоновые ямы, брусья, кольца – зал отвечает всем стандартам всероссийских турниров. Первые соревнования состоятся здесь 25 декабря. В них примут участие самые юные гимнасты клуба. Дмитрий Гринчев, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Красно-белый Новый год. Под таким названием во дворце спорта «Триумф» прошёл традиционный футбольный фестиваль. Воспитанники школы «Спартак» показали, чему они научились и посоревновались за высокие титулы. За юными спортсменами наблюдали и мы. Матч, где нет проигравших уже третий год. Представители футбольной школы «Спартак» устраивают для своих воспитанников праздник спорта. Турнир по мини-футболу – ещё одна возможность встретиться на поле и посвятить игру наступающему Новому году. Цель и задача таких турниров – это, прежде всего, зажечь искорку в глазах детей, дать им возможность проявить себя на футбольном поле. Ну и, безусловно, это игровой опыт, который очень важен. Ну и, тем не менее, очень важно, побимо процесса обучения, дать этот ещё и футбольный праздник, который, собственно говоря, у нас и получается делать. 25 красно-белых команд. В основном – воспитанники люберецких отделений «Спартака». В гостях – спортсмены из Балашихи. Награды и подарки ждут каждого юного футболиста, независимо от результатов. А вот за номинации «Лучший игрок матча» и «Лучший дриблёр» надо побороться. Мы выиграли, первое место заняли. Во вторник, в четверг всегда мы тренируемся. Хорошо всё. У нас все лучшие. Я им желаю самого лучшего, чтобы они добили свои мечты и пусть у них все чемпионаты были первое место. В городском округе Люберца открыто 8 отделений футбольного клуба «Спартак». Пока они расположены на базе школ и гимназий. Всего спортивное сообщество объединяет около 600 детей. В следующем году запланировано открытие еще двух филиалов футбольной школы. Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Для тех, кому надоели однообразные будни, свои двери открывает клуб военно-тактических игр «Берсеркер». Сообщество зарекомендовало себя с 2010 года. Каждый мальчишка от 0 до 50 лет мечтает почувствовать себя героем или крутым спецназовцем. Военно-тактические игры – это отличный тип досуга для любителей спорта и активного отдыха. Андрей Дятлов отмечает свое 11-летие оригинальным способом. Он предложил своим друзьям поиграть в лазертак. В лазертаке интереснее, чем на улице. Больше людей, там пространство. Оружие есть нормальное. Сложение с командой было интересно. Команда против команды? Когда мы наступали на зону, было очень интересно. Как выбрать верную тактику? В чем отличие одного оружия от другого? Какие существуют типы военно-тактических игр? Рассказывает детям руководитель Федерации лазертака Московской области Павел Шарапов. Затвор конкретно здесь выполняет функцию, во-первых, антуража. Ну, мы же полностью копируем оружие. Оно по весу, потом сможете потрогать, пощупать. По весу оно является полновесной копией фактически. Отец и дед Павлов военнослужащие, а мама педагог. Это стало причиной его тяги к преподаванию военной тематики. Именно занятия по военно-тактическим играм для подростков послужили началом сообщества «Берсеркер». В нашем клубе представлены различные форматы для любого возраста и по... Если брать именно по типам, то у нас представлены все существующие типы военно-тактических игр. Это пинбол, страйкбол, лазертак и орбибол, новый вид военно-тактической игры. Кроме того, у нас есть комплексные программы, довольно популярные именно для выпускных, для организованных школьных выездов. В такие экскурсии включены интерактивы, работа с прицелом ночного видения, поисковый квест с миноискателями, работа в средствах химической защиты в условиях задымления. Игры проходят по различным сценариям, исходя из количества участников и формата игры. Это могут быть режимы «Царь горы», «Контрольные точки», «Последний герой», «Стенка на стенку», «Каждый сам за себя», «Захват флага». Всего более 20 различных режимов на любой возраст и размер группы игроков. Также есть военно-спортивная секция для подростков. Здесь ребята обучаются первой медицинской помощи, ориентированию на местности и прочим навыкам. У клуба военно-тактических игр «Герсеркер» четыре полигона. Два из них находятся в Люберецком округе. Любой желающий может присоединиться к сообществу. Подробнее с информацией можно ознакомиться на официальном сайте. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова